привет это ваш расклад на любовь на отношения на личную жизнь приглашаю вас от души и так расклад на любовь и отношения на картах зеленых или голубых синих что-то со мной такое что дальтоником заделалась на синих картах наверное синие показываю зеленые подразумеваю то есть все цвета радуги друзья ну вот давайте будем посерьезнее это у нас ежедневное волшебство виду не можно так перевести в each every day switch таро и мы посмотрим с вами что вас ожидает что вас ожидает в личной жизни это почему-то считать что личная жизнь это отношения только и вообще не учитывается совершенно что личная жизнь и это вообще личная жизнь человека самим собой это его быт это его условия для жизни это его бытовые условия это это вообще режим режим человека режим дня режим и так далее это это его все но считается личная жизнь это только отношения я посмотрю для вас все то есть все что карта покажет я все скажу и так у нас идет с вами первая карта это вы на момент просмотра потому что в тот момент когда вы нашли это видео это тот важный момент когда вы можете о себе узнать больше шестерка чаш шестерка чаш это карта любви любви к себе может быть это любви к вселенной к вам эта карта подарков судьбы это карта уверенности что вы вселенной нужны что вы родились не просто так не зря а чтобы жить счастливо вообще планета наша она она уникальная и учила до сих пор не знают если еще такая мы точно не знаем но поскольку я иногда имея послание от галактик то мне галактики рассказывают сообщество эфирное сообщество звездное космическое что вот такой как наша земля точно такой больше нигде нет нигде триллионы звезд и больше нигде нет когда я спрашивал у галактического союза почему так мы думали что точно такие как мэри приблизительно такие же человечки зелененькие или синенькие есть а мне галактический союз говорит ну смотри посмотри на людей вокруг тебя если такой как ты человек я говорю нету тогда мне следующий галактический союз нами разговаривает как с детьми следующий вопрос задает а сколько ты думаешь жила людей вот до тебя ну вот хоми сапиенс до хомо сапиенс примерно с того времени как человек стал вот такой как он сейчас примерно я говорю но не знаю наверно триллионы да много триллионы примерно столько же сколько звезд на небе мне отвечают как ты думаешь была такая же как ты вот точно я говорю наверное не это не вреда нет вот поэтому такой как земля наша нет больше но это я вам немножко свои астральные путешествия рассказываю здесь для для того чтобы вы поняли что шестерка это число номер нумерологической это число венеры а число любви к вам и здесь просто подарки судьбы на этой карте как бы ребенок и взрослый может это ваше маленькое внутреннее я а которая на этой карте показана и которая получает подарки принято почему-то карта того очень плоского иногда я слышу понимать что это дежавю такой да это карта прошлого непонятно почему карте дается такое плоское однозначное значение а может потому что там у райдер выйдет у чаши так как конвейер чаш да вот не только прошлое это наоборот это связь прошлое с будущими с настоящим конвейер любви конвейер помощи конвейер благословений он идет из поколения он идет из вашего рода и он доходит до сегодняшнего дня и он будет продолжаться но если касательно человека мужчина потому что для многих это почему-то самое важное но я выполняю волю моих подписчиков если это касается мужчины то это конечно подарки от мужчин это его заинтересованность вас это его желание быть с вами это его желание вас любить и любить не просто вот шлюбить можно по-разному а именно давать вам то что вам нужно что вы хотите не то что он решил ли она что вам нужно потому что часто люди из большой любви дают нам якобы то что они думают нам нужно на самом деле это нам совсем не нужно это касается критики и так далее и так дальше четверка пентаклей вы себя вот сейчас вот такой видите четверкой пентаклей это карта экономии да вроде там и какая-то темница какая-то да и вы сидите на каких-то чемоданах но именно в этой колоде на том что вы уже знаете на этой карте именно темница а вообще четверка пентаклей у райдер вейт в основном колоде там не темнистом набрать на улице а вот этого это большая разница потому что когда вы в темнице в такой где-то в подвале где вы закопали своих свои деньги а я слышал что до сих пор такая практика существует там где люди не доверяют банкам это конечно очень грустно и а вы сидите на этих чемоданах может быть это экономия потому что сейчас ресессия некоторые люди считают нужно экономить некоторые ли наоборот считают нужно покупать инвестировать потому что сейчас есть возможность купить все по заниженной цене чтобы потом а на этом заработать я не знаю я не инвестор но я вообще как-то читаю деньги не занимает но как-то иногда показывают многое о деньгах и ваша личная жизнь она связана с тем что либо это экономия как ты экономия либо это карта верных правильных покупок но пентакли сейчас это просто с ценности это часто просто ресурс что ли важно который вы как бы закопали в землю здесь получается служа мужчине не реализуясь и так далее ждать что он там вот но я понимаю если бывает такое патриархальное общество сейчас но практически везде еще патриархальное где меньше где больше ты в принципе лучшая мужчина работает во внешнем мире он типа большего мужской не добиться но тогда немножко грустно получается мы инвестируем в кого-то они в себя мы надеемся защита таланты дадут нам средства куда карта на она очень здесь непонятная потому что человек в зеленом то есть мужской деньги ну зеленый цвет типа цвет денег да не зря я сегодня оговорилась самом начале но предсказатель никогда не оговаривается не обманывайте себя предсказатель всегда что сказал то из пространства взял так может она звучит глупо но вот в самом глупом слове часто есть и правильный ответ вроде вы в зеленом а смысл денег его во вращении до обращение или вращение евро вроде вы не хотите это даже сели на это чемоданчик так называемый а вот и может быть в отношении боитесь продвигать или же если это касательно отношений ресурс свой вы держите то есть вы мы часто женщины держим мужчин своими фишками штучками да не знаю как у кого десятка жезлов описывает сейчас вас в этих отношениях еще до сих пор вас описываю и это вы человек которому тяжело нести тяжело нести эти отношения вроде бы он вами обещал там она небесную где-то там какой-то дворец в конце тоннеля на на высокой горе на которую еще дотащить эти жезла не так легко но вы уже истощили свой ресурс вам тяжело донести вы не вы не знаете не тащить эти отношения или может быть и бросить еще и код какой-то на плечи там засел это будет тоже видео и когда-то будет видео я фотографию к интернет к эфиру нельзя же фотографию присоединить мне иногда пишут они так с вами что-то не так и там это исправьте но если это уже эфир как же я могу справиться чили исправить как есть такие и видео тоже кстати я иногда только фотографию в конце добавляю видео никогда не меняют как приходится как как есть так есть а десятка жезла были что вам в этих отношениях нелегко вам тяжело поэтому вы наверное волнуетесь смотрите это видео и так тот другой человек но вот репорт уже вас описали достаточно теперь другой человек тот о котором вы думаете тут который теперь перед вами а десятка пентаклей вы вы десятка жезла вам десятка пентаклей или она если вы мужчина вот и десятка пентаклей говорит что это человек в общем пользуется вами ему вольготно если у вас четверка пентаклей который мы с вами некоторое время поразмышляли да не эту тему то у него десятка пентаклей он принципе ничего не бережет он не бережет ваш ресурс он ваш ресурс а израсходует то используется но мужчина все пользуются женщинами это это биологически так тоже так сожалению а вот но он пользуется вашим ресурсом мы девочки часто даем им пользоваться а потом их в этом упрекаем то есть но человек он такой противоречивый весь и у голове и вообще так что такая вещь а туз пентаклей видите вторая карта пентаклей и и представлен опять ваш человека которому сейчас думаете но паша то поиск пентаклей то поиск денег или ресурса или энергии или поиск чего того что ему нужно можно спокойно спросить а что тебе нужно чего ты хочешь может что тебе нужно это будет и оскорбительно нужно при этом сделать такой такой лицо чтоб не отпугнуть человек потому что мы же управляем своей мимикой правда это очень важно если вы хотите что все честно ответил нужно его там начинать допрашивать как мюллер когда-то допрашивала штир лица а вот и ничего тебя с чего ты хочешь что мне даже не так чего бы ты хотел от наших отношений вот можно задать ему вопрос потому что он ищет какой-то ресурс он ищет то может быть что он еще может у вас взять может он и недостаточно вас еще и стащил а вот и часто задаваемый вопрос не это восьмерка пентаклей а будем ли мы вместе задайте ему вопрос хочешь ли ты быть вместе со мной а потом задайте себе вопрос соответственно хочу ли я быть с тобой но это можно лучше делать наедине а собой и когда ответы будут совпадать тогда будете вместе вместе когда ответы не совпадают и мы насильственно себя заставляем или его или ее заставляем быть вместе с нами это всегда то что истощает восьмерка пентаклей опять вот он с тремя пентаклями он ресурсный человек сейчас он ресурсные он может быть пользуется вашей энергии на ей на ней едет на вашей энергии на энергии украденной мужская то то есть него не своей и так будете ли вы вместе чтобы дальше между вами я тоже буду три карты брать это рыцарь чаш во первых рыцари это люди это может быть и новый знакомый даже кстати у вас у некоторых а чаш это любовь или чувство разные чувства бывает сердце но это чувство и а запутаться в себе а легко а ведь этот кто распутывает тот кто решает проблемы да лицарь это конечно профессионал он всегда с лошадью с конем презент профессионал он решает проблемы а вот такая вода конечно эмоции и вам нужно решить проблемы между вами между вами много узлов образовалась ненужных никому не вам не ему и здесь может быть потому что другие люди вас растягивали в разные стороны и эти узлы завязывали эти узлы могли завязывать и люди которым было это выгодно которые хотели чтобы вы делали так им выгодно это могут быть как родные так и неродные люди которые завязывали узлы в ваших отношениях а здесь подписать приходит с любовью к вам и действия мужчины если это действие мужчины они ваши пары вместе а его действия то они любовные будут он выйдет на связь он даст о себе знать он хочет с вами продолжать отношения а пятерка пентакли опять вот когда это мужчине все время выходит карты пентакли вы но вы знаете к сожалению опять же патриархального общества но такое что женщина монахини мужчина это и самое лучшее положение для некоторых философии и вдруг она хочет чтобы она тоже реализовалась этой жизни а зачем должна жить для своего мужчины но есть перегиб в другую сторону мы женщины тоже тянем одеяло на себя потому что иначе как сопротивление рождает обратное сопротивление и часто женщины все делают и манипулируют мужчинами все такое чтобы только он жил ради женщины чтобы он полностью подчинялся и так далее то есть вот подчинение друг другу пятерка пентакли приводит к пятерке пентакли приводит к истощению ресурса пятерка пентакли это истощение ресурса именно истощением ресурса происходит часто от того что люди истощают друг друга подчиняя друг друга потому что это как бы тоже чувственно починить да на На самом деле, это все больное воображение, да больной мозг, который хочет починить себе другого. Так что здесь вот такая музыка получается, да, не совсем музыкальная музыка, да. Так, будете ли вы вместе? Король меча. Если будете играть по правилам короля меча, будете вместе. Если вам это... Иногда женщинам это нравится. Вернее, не иногда, а это практически всегда. Играть под дудку короля меча, человека властного, может быть, даже агрессивного. Ну и потом, играя под его дудку, часто женщины хотят, чтобы он играл как бы скрытно. Как-то подводная вода такая, подводные камни, играл под ее дудку. В общем, такая манипуляция друг другом выходит. Он указывает вам на какие-то законы. Он открыл книгу жизни, он тут такой умный, такой властный, такой решительный, буквально, властелин кольца. Такой архетип мужчины, в которого вы влюблены. И он открыл эту книгу и показывает вам на странице, видишь, что ты должна. Он может этого не говорить. Но энергетически он будет вам это показывать, будет так себя вести. Вы можете так ему не говорить. Это фигура короля меча, может быть, вы. Вы тоже, может быть, ему о том, не скажете ему об этом. Но всем своим, даже бы сказал не поведением, поведением, видите, такое клише слово. Вообще слова теперь меняются. Слова наши, язык меняется. Мы хомео новис. Мы больше не хомео сапиенс. Мы хомео новис теперь. Новый человек рождается. Мы живем с вами в историческом учебнике сейчас. Может, это и есть исторический учебник, где он хочет указать вам на ваше место детородную функцию, вот, и кухарку, и так далее. Ну, кухарка уже никому не нужна, в принципе. Вот, детородная функция тоже бабка надвое сказала. Это depends, и зависит все от того, где вы, и как вы, и как вы для себя решите. Никто не пригвоздил вас, что вы должны родить столько-то детей. Еще во времена моей молодости этого не было. Нас пригвоздили и сказали, что я должна родить столько-то детей. И в этом же возрасте, если нет, ущербная женщина. So, женились на кем попало, чтобы скорее выполнить вот эту функцию архетипичную, которую нас почему-то заставляли obey, слушаться. А теперь другое время. Anyways, рыцарь, рыцарь, чаш и король меча. Вот эти две функции будут в будущем. Если вы спрашиваете, будет ли встреча, будет. Но в этой встрече он, конечно, вас заставит играть по его правилам. Но его правила, вот то, что мы девочки флиртуем, это правила мужчины. Они хотят, чтобы мы их флиртовали, чтобы мы такие дурочки флиртующие. Вот, им это нравится. Он заставит вас при этой встрече играть по его правилам. Ну, будет заставлять. Будете ли вы играть по его правилам. Так интересно, ведь мужчина это, ну, наш партнер, это вторая половинка. Это вот такое все. И вместе с тем, это по закону астрологии, это оппонент. Оппонент. Не играйте в игру с мужчиной. Я скажу по своему опыту эзотерическому. Я в отношениях, когда мне было 20 лет, сейчас мне 60. То есть я в отношениях уже 40 лет. И поначалу, да, приспосабливались друг к другу, может быть, я. И хотела, чтобы он мне соответствовал где-то, как любой человек. Может быть, пару лет. Потом я решила, я устала, не хочу. Хочет, пусть живет со мной, не хочет, не нужно. Ну, естественно, ты ведешь себя нормально, человека уважаешь, но не пробуешь его поменять, чтобы он тебе соответствовал. И 40 лет, в общем, отношения у нас, нельзя сказать, чтобы плохие, нормальные, человеческие. Так что, когда-то он был вам рыцарем, теперь он стал вам королем. Если у вас еще такого нет, то будет. Это карта, конечно, встречи, если вы одиноки, если важно для вас это. Ведь мы иногда хотим в себе отношения, чтобы легче было жить материально. И нас никто в этом не может упрекнуть. Это тоже имеет место быть. То есть мы хотим в себе отношения, чтобы две зарплаты сложить. Потому что сейчас ресессия, ресешн, трудно, кризис, трудно выжить. Никто вас в этом не может упрекнуть. Но нужно себе подобрать человека, с которым можно было бы на одной территории существовать. Хотя бы. Ну, а это зависит, конечно, от нас. Когда мы хотим быть свободны в своем мире, мы, конечно, выбираем человека, с которым мы можем существовать, когда он или она свободны в своем мире. А тогда мы можем жить более-менее вместе. А вот, ну что, советы. Давайте два совета возьму. Итак, развелись. Если вы развелись, как складываться будут дальше ваши отношения? Ну, это же вообще дико, да? Извините меня, конечно, за это, что я сказала. Но если вы развелись, о каких отношениях можете речь? Зачем вы тогда развелись? Вы развелись, чтобы продолжать отношения? Чтобы их обновить? Ну, тогда нужно было обновлять и не разводиться. Как будут складываться отношения? Мы развелись. Ну вот. Как же они могут быть складываться, если вы развелись? Нужно сойтись опять. А потом уже думать об этом, да? Иерофант – это первый совет. Иерофант – карта. И второй совет. Можно выбрать одну из двух. Еще один старший аркан – карта Justice. Я смотрю, что у нас в раскладе не было ни одного старшего аркана. И вдруг на совет у нас выходит два старшего аркана. Это потрясающе совершенно. Очень мощный расклад, как всегда у меня. Не потому, что я мощная, и я такая, как все высшие силы со мной так говорят. Потому что я у них спрашиваю постоянно, и это мой профессиональный уровень. Карта Justice – справедливость. И карта Умеренность. Да, это Умеренность. Вот, а иерофант. Иерофант и справедливость. Если мужчина – манипулятор и абьюзер. То есть агрессивный. Зачем он вам? Вы что думаете, что он станет другим вдруг, садный? От большой любви к вам? Нет. Даже самая большая любовь к вам не может поменять человеческий характер. Давайте судить по-своему начинать. Мы же не можем поменять практически ничего себе. Я делаю все, чтобы мы могли хотя бы по другим дорожкам в нашем мире ходить. Почему вы считаете, что абьюзер и манипулятор вдруг станет таким вот замечательным партнером? Нет, конечно. Нужно искать другого. Было супер, потом все резко изменилось. Все резко изменилось. Новый человек, может быть, хотел взять вас, покорить, поэтому был супер. А потом стал собой, или вы, например, хотели бы покорить. Потом стали собой, и вы ему уже не нравитесь, какая вы есть, натурально. Человек не может все время играть какую-то роль. Потому что это тяжело. Вы стали собой, он стал собой. Все резко изменилось. Итак, карта справедливости. Если вы настрадались в отношениях, было бы справедливо вам найти себе достойную пару. Того человека, с которым можно будет жить. Да? И это будет. Ирафант – это интересная карта. Она, с одной стороны, делает стоп на все. Она все останавливает. Потому что она делает, она делает какие-то клише закостенела. Это вот как ирафант, как верховный жрец, как какой-то папа римский, или еще какой-то архиепископ. Он наставит на все стоп, он все запрещает. То есть блюдет традиции, да? И поэтому сейчас наше время, когда мир, ну, бешено меняется, и мы уже открыли самую огромную черную дыру в космосе, телескоп НАСА. И мы можем смотреть на звезды 5 миллиардов лет назад. Напоминаю, что Вселенная 15 миллиардов лет. Вы можете представить себе, человек стал звездный. А религия – это прекрасно, но там ничего не меняется. Все, как было, вот слушай закон, который написан был 2000 лет назад. Человек 2000 лет назад был совершенно другой. Отношения между людьми были совершенно другие. Все было другое. Но почему-то религия его держится того, что было 2000 лет назад. Христос говорил к современникам своим, да? Ну, здесь ирофант, я могу долго об этом говорить, потому что у меня образование теолога есть. И может мужчина-то такой учит вас жить. Это традиции. Вот я говорю, мне было 20 лет, я только вышла замуж, и мне свекрой после одного месяца замужества, она уже ставила мне в упрек, что я еще не беременна. Вы подумайте, не то, что свекрой была хуже или лучше других свекровей. Нет. А просто такое было время. Люди вот мыслили так. Бред, правда же? Или, например, если вы не замужем в 21 год, вы же старая дева, в мое время. В мое время. Женщина должна выйти замуж, должна родить. Вот это все. А сейчас уже другое время. Это я решаю. У меня выходить замуж, у меня родители нет. Я решаю это. Никто за меня такие вещи не будет решать. Это мое тело, моя жизнь. Но иерофанты до сих пор вам диктуют. Я говорю это все по делу. Потому что кто-то там меня говорит, что я отвлекаюсь. Но открылась карта иерофант. Я ее читаю. Это ее канал. Это канал традиции. И канал справедливости. Справедливости ради вам быть с этим человеком или нет. Справедливости ради вам сказать, что я буду работать над отношениями. Ну и хочу, чтобы ты работал. А вдруг он не хочет работать? А вдруг он хочет, как говорят, соскочить? Или вы хотите соскочить, но все равно работаете, как приговоренные. Мы же всем должны доказать, что отношения могут работать. А в мире существует тысячи людей, которые вам подойдут. Если вам не подходит человек, ищите другого. А здесь я вижу, что если вы оба такие традиционные, это же неплохо, это тоже очень хорошо. Но главное, чтобы вы оба смотрели в одну сторону. Ведь пара – это не те, кто одинаково думает. Те, кто смотрят в одну сторону. Те, у которых по основным вопросам, они сходятся люди. Потому что если вы по основным вопросам не сходитесь, ну как можно с таким человеком жить? С таким человеком можно встречаться иногда, но не жить. Карта справедливости говорит, что вы к себе будьте справедливы, а не к нему. Ну к нему тоже, ко всем людям нужно относиться по-человечески. К себе будьте справедливы. Если вас эти отношения мучают, но вы в них все равно, потому что вдвоем может материально жить легче. Это у нас у всех так. Или дети у вас, например. У вас дети общие. Нельзя ребенка оставлять без отца. Или, например, у вас прошлое общее. Прошлое вас объединяет. Но тогда мы живем в прошлом. Справедливо у себя спросите, чего вы хотите, что для вас это традиция. Напишите мне в комментариях. Дорогие мои, пишите, пожалуйста, больше, чем одно слово. Я благодарю за понимание. Чтобы другие люди могли отвечать на ваш комментарий. Напишите, что для вас традиция, что для вас семья. Напишите это. Потому что я говорю, что ангелы читают комментарии на моем канале. И они отвечают вам потом невербально на все ваши вопросы. Озвучьте свои вопросы вселенной. Расскажите, что для вас эти отношения, в которых вы. Разберитесь в себе. Поставьте на чаши весов то, что за и против. И сделайте соответственные выводы. Да. Ну, еще расскажу по этим двум картам. Это вставший арканы. Здесь идет разговор о том, что нельзя человека заставить быть таким, какой бы нам подошел. Нельзя это испортить человеку жизнь. Это большой грех. И женщины все, все женщины этим грехом страдают. В меньшей или большей мере, сознательно или подсознательно. Вот. И нельзя человека заставить себе соответствовать. Это будет, это будет тяжелая такая жизнь. Тяжелая жизнь не в радость. Нельзя человека заставить себе соответствовать. То есть нужно выбирать человека, который вам заведомо соответствует. И это, конечно, не только в молодости можно делать. Это можно делать справедливость и иерофант. Иерофант – это вообще карта взрослого возраста. В любом возрасте. Такой расклад, мои дорогие. Мужчина молчит, например. Мужчина молчит там неделю, две, три и так далее. Но вот, понимаете, если человек молчит, есть несколько причин. Одна из причин, что человек молчит, это что он не умеет communicate. И значит, он будет молчать у вас в быту тоже. Он может влюбить вас. Но ему лень. Он не умеет ни писать, ни встречаться, ни говорить. Ничего не умеет. Он ленивый. Часто такие мужчины. Он поэтому молчит. Это основная причина, почему часто мужчина молчит. Но вот если женщина будет еще питать вокруг него и кругами ходить и так далее, это ему будет нравиться. Он такой молчил. Знаете, я иногда смотрю вот музыка. Я вообще музыкант. Первое образование. И некоторые люди не могут. Им все время нужна музыка. А музыка, такая вестерн-музыка, музыка там, где мажорная тональность или минорная, вы знаете, она же, она токсичная. Там идет сильнейшая манипуляция человеком. То есть притяжение к этой тонике и шлягере, особенно шлягеры. Особенно это такая мелодия, которая легко запоминается. Она потом как гвоздь в голову. Но это манипуляция. Это самая сильная, сильный арт. Это музыка, которая манипулирует людьми. А некоторые люди, их не касается. Они могут слушать вот эту барабанную дробь целый день или еще какую-то. Почему? Потому что у них эмоции очень глубинные. Им нужно их доставать. Эта музыка их не достает. А у некоторых людей эмоции буквально на поверхности. И вот этот один раз, я один раз услышу песню, и потом мне очень трудно от нее отделаться. Потому что она буквально... Ну вот карьера неудачного музыканта, конечно, испортила нервы. А почему это говорю? Что вот эти люди такие, которые могут бесконечно слушать одну и ту же мелодию, это их не раздражает. Это люди, во-первых, могут быть со здоровыми нервами. А во-вторых, это могут быть люди, у которых глубинные эмоции. И эти глубинные эмоции... Их нужно доставать такому человеку. Часто это мужчины. Вот такие глубинные эмоции, которые заставляют его чувствовать. У него есть. Ну все же мы люди. Но они так глубоко. Поэтому он может даже не отвечать, пропасть на три недели. Потом появиться. Он ленивый эмоционально. Он не пользуется этим. Он не умеет. Он не хочет. Его не научили. Его сделали таким жестким. Таким мальчиком. Да? Жестким сверху. Такой нечувствительный. Вот. Это первое. Второе. Почему он молчит? Это просто вы ему неинтересны. И это очень задевает людей, которые почему-то хотят нравиться всем людям на земле. Почему-то считают, что они вот должны всем нравиться. Но это не так. Кому-то мы нравимся внешне, кому-то нет. И это не значит, что с вами что-то не так. Это означает, что натуральный закон. Что-то одному нравится, что-то другому. Кто-то одному нравится, кто-то другому. Если вы этому человеку не подходите, он может давать вам сигнал. Он молчит. Он дает сигнал. Он не хочет грубить. И правильно делает. Не то время, когда нужно ему в лицо сказать, как Онегин сказал Татьяне. Ну и что получилось? Он ей разбил нервы. И он большое дело – дэмэдж для нее. Тем, что он в лицо ей сказал, что с ней не так. Откуда он знает, что с ней не так? Очень интересная философия получается. А вот это второй случай, почему он молчит. Я даже не знаю, если третьего. Этих двоих достаточно, чтобы делать соответственные выводы, почему он молчит. Вот такие дела. Ну, в первом и втором случае он вам не нужен. Если он молчит, потому что он не умеет communicate, не умеет общаться. Но зачем он вам? Потому что жить с человеком невозможно, если он не умеет общаться. Ну, можно, но это такая доклая жизнь, тупая. Это жизнь, как в могиле, если он не умеет общаться. Это очень тяжелая жизнь. Тогда вам придется научиться жить со собой. Потому что этот человек, он просто в параллельной реальности рядом с вами живет. А вот, или, например, человека молчит три недели, там, больше или меньше. А потому что, ну, он не может разобраться. Вы ему не подходите. Так он такой нерешительный будет все время. Или если вы ему не подходите, вот вы можете там быть роскошной. Они говорят, будь роскошной, а тогда он тебе любится. А вы сможете вот быть роскошной для другого всю жизнь свою. Вам это будет в кайф? Есть такие люди, которым в кайф? Тогда go ahead. А если вам это не в кайф, зачем же его пытаться взять любой ценой, показать ему, что вы красавица? Можно это сделать, но зачем это вам нужно? Лучше найти такого человека, который вот уже бы, ваша энергия, харизма, ему уже нравилась. Независимо от того, вы его охмуряете, ну, как бы, понимаете, соблазняете или нет. Такие дела. Так что здесь делать, соответственно, вылагодаря. Но карта вам, конечно, в помощь. И в любая карта может ответить. Например, карта, та же карта Justice возьмем. На вопрос, почему он молчит три недели. Justice, будь справедлива к себе. Ну, нельзя соответствовать другому человеку. Это невозможно. Нужно соответствовать себе. Тогда найдется тот, который будет соответствовать вам. И так далее. Вот так что делаем выводы. И всем здравого смысла. Мира вам и защиты от ненормальных и ненужных вам. Люди. Продолжение следует...